Зовут меня Балыкин Александр Иванович. Балыкин. Я вот вам тут резиночки подготовил. У нас сегодня с вами тема. Тема называется «Как общаться со сложными клиентами». Семинар будет состоять из двух частей. Первая часть – это теория, и вторая часть будет практика. В первую часть будет входить о природе конфликтов, то есть что это такое конфликты вообще. Дальше мы с вами разберемся, что такое человек. Потом мы разберемся, что такое понимание, из чего оно состоит. И будут три упражнения. Первое упражнение – это приятие с чужой точки зрения. Второе упражнение – акцент на положительное. И третье упражнение – это обработка неадекватных реакций. Давайте какую-то схему нарисуем, чтобы вообще разобрать, что такое конфликт. Правда? Если, условно, Вася хочет яблоко, вот яблоко. Так. И Петя хочет это же яблоко. Конфликт будет? Будет. Получается у нас конфликты. А если Петя – боксер мастер спорта, а Вася – бухгалакер в очках, конфликт будет? А будет тогда конфликт, если Вася уступит? Нет, он смирится. Между администратором и клиентом будет. Конфликт и несматривая равные силы. Если в конфликте есть равные силы, конфликт продолжается, и он есть. Жена говорит, не буду тебе готовить завтраки, может быть, будешь готовить завтраки. Она говорит, не буду, он говорит, буду, будешь, не буду, буду. И у них есть конфликт. А если только она говорит, не буду, он говорит, что? Она говорит, все, буду. Конфликт исчерпан. она может только чем без проблем поэтому а это уже способ решения конфликта правда это способы решения конфликта а мы с вами не можем решать конфликт силой поэтому нам надо с вами сегодня разобрать способы решения конфликта посредством разговора а этому говорим уже о психологии объективные причины конфликта лежать очень просто тут вас учить не нужно собственно говоря человек говорит грязная постель до убрал чистая постель конфликта нет там пришел в муха в стакане за убрал нет конфликта а вот если причина субъективная вот это уже растянется надолго и никак вы его не утихомирить этого человека предназначение завода по изготовлению который изготавливает бублики какое а у вас конечный результат какой привлечения вот здесь заселяется вот здесь у вас продукт ваша деятельность какой-то бублики вас продукт какой номера 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 вот это номера это продукт а вот сюда входит человек пока гость как только он сюда место занял он стал клиентом вот этот продукт вот этот продукт а в итоге когда он получит услугу что он что у него изменится этого человека когда я съем публик и он вкусный у меня будет улыбка а у вас когда я приду к вам поживу и выйду от вас какой у меня будет что мне должен появиться улыбка вот это продукт а вот это ценный конечный результат вашей деятельности а был еще один мужчина который алкоголизм страдал но это у нас такая популярная тема я просто объясню причина мальчик по моему там три года что ли у него температура мама ему дает таблеточку вы легче станет он выпивает таблеточку и становится легче действительно и теперь когда у него жизнь ситуация сложная что у него там подсознание срабатывает команда выпей легче станет по сути когда вы воспитываете ребенка вы вкладываете в него вот сюда установки каждый раз когда вы наказываете ребенка да либо он больной и вы что-то говорите вы записываете вы сюда установки и потом он бессознательно эти установки не всплывают у него появляются какие-то желания непонятные да он идет на поводу этих желаний он не осознает откуда это все когда мы говорим о человеке мы говорим о неком композите что человек это составные части это тело оно работает само по там по своим законам это психика которая создала тело и для психики очень важно это выживание если вы плохо покормите своего клиента то вы запишетесь в минус с вашим отелем со всеми все что есть если у него плохо будет гигиена плохая там да там мыло какое-то не такое какой либо еще что-то вы куда запишетесь в минус если с утра кто-то начнет тарать в коридоре а он не выспавшись проснется да и уснуть не сможет куда вы запишете все ваш это изменение она так работает а вы 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 можете создавать какие угодно суждения о том что там да ничего страшного и убеждать его что до этого у нас тут один идиот там прошелся крикнул и мы там в минус она работает просто в минус все сразу и все и конфликты практически все они субъективные они объективные будет там администратор сидеть белыми волосами где у него белые волосы он начнет цепляться к администратору на пустом месте нету никакой причины на самом деле для конфликта конфликт субъективный вот здесь хорошие вопросы потом такие вопросы возникают я говорю подошло время перерыва на следующей второй части мы с вами будем делать упражнение как это избежать и какая то есть она появилась обработать то есть что с этим сделать понимаете важно говорить на таком языке на языке того человека с кем вы будете общаться а если вы будете говорить на своем и пытаться тюкать свое мнение чтобы он говорил так как вы считаете нужно он он видит так он видит табуретку вместо кресла и когда там человек приходит и говорит что вы мельчинный сотрудник а вы говорите нет я хороший сотрудник это мельчак и все конфликт конфликт почему не принял его реальность не пример не поймет да видит он тебя таким ну скажи ему да вы совершенно правы я мельчинный сотрудник уже успокоится на уже согласился все нормально не успеешь соглашайтесь понимаете что он так видит если муж приходит говорит да я пойму а ты скажи да ты совершенно прав сейчас я все исправлю все и суетись и он уже покоится потому что он не противоречит ему а если он еще не противоречит а а а а и поехало пошло конфликт начался поэтому самое главное научитесь понимать что это он так видит но подтвердите ему скажи да действительно это пинок сколько надо пинков ооо мы натащили пинков почему делается акцент положительным видите почему акцент положительным да чтобы в плюсик написался вот у меня была ситуация я постоянно рассказываю это второе упражнение я сейчас расскажу покажу а потом будет делать работаем со спортсменами дрель придет спортсмен а тренер на лодке рядом вот он метров на 15 и вот он мотор шумит и он угрычит вася не опускай локоть локоть не опускай а тут не слышишь а этот придурок сколько мира да локоть ты дурак не опускает что не слышишь что меня локоть не опускай насколько не опускай если если вам не сидите вот так ну что непонятно акцент нужно смещать на положительное то что вы хотите чтобы было они отрицательные там условно в этом в номере вот они так дыхают постоянно вас вот это вот никогда да сколько можно было и все такие но это на что вы смещается на отрицательное а если мы говорим о персонале у которого акцент смещен у работе на отрицательное как потом персонал вообще захочет работать нет боги это будет уже работаю потом будет хотеться убежать отсюда а второе сюда не прийти никого в управлении как у которого там женщина негативе он может управлять женщинами а поэтому хоть его отреть не обучая его всяким системам управления он не сможет управлять женщины потому что они вязят мир а следовательно он без коррекционной работы без психологической обработки специальной он не сможет управлять женщины никогда понимаете в чем делать. Он должен эту информацию сюда переложить. И только тогда он сможет это делать. Так что упражнения упражнениями, но без коррекционной работы. Здесь ваш опыт отрицательный, который вы накопили, он вам не даст возможность где-либо продвинуться. Вы тут создадите суждение, а пойду-ка я работать в гранд-отель такой-то. А потом здесь все, не надо, не надо, не хочу, не хочу. И у вас ноги сами и подпосятся. Психсонатика наступает. Ну что, мы подходим вот как раз к этой теме обработка неадекватных реакций. Сейчас вы будете выполнять изменения частотных характеристик. Как это делается? Посмотрите, у нас тут записи, какие получились. Негр первый кирпич бросил. Из-за этого негра человек теперь со своей женой ругается с белыми волосами. А почему он ругается? А тоже негр кирпич бросил. А причем здесь негр и жена с белыми волосами. А при том, что негр возле забора стоял, а потом женщина с белыми волосами возле забора была, а жена с белыми волосами. Все, теперь он ругается с ним. Понятно? Это раздражение просто. Это попало в его. А если мы с вами говорим, что 90% конфликтов это субъективные. 90% конфликтов субъективные. Следовательно, этим упражнением вы можете обработать конфликт. Предыдущими двумя вы можете не дать развернуться конфликту, а этим упражнением вы можете обработать конфликт, если он возник. При условии, если это субъективно. Как у вас получилось что-то? Чуть-чуть вышла. Увидели, как это, да? Работает? Да. У вас получилось? Хорошо. Понимали, что это можно делать. У нас тоже поздорове все наше в детство. О, видите, как уже? Птихолог пропадает в организации. Ну что, давайте тогда подведем итогов. Переворачиваем все. Мы начали? Да. Мы начали с вами с прояснения, что такое конфликт. Конфликт – это всегда противонаправленные какие-то силы. Если они равные, тогда будет конфликт. А вот если одна сила сильная, другая слабенькая, нет конфликта. Видите, вот, все, нет конфликта. Только когда два силы туда-сюда, туда-сюда, конфликт. Конфликты бывают объективные и субъективные. Объективные очень легко устранять. Понятно? Убрал, да все, и нет конфликта. А вот субъективные, тут уж как включилось, то все. Человек, когда к вам приходит клиент, смотрите, вот кто к вам приходит. Это целый такой композит, целая, да, комплексная штучка. Тело, психика и он сам, которого пощупать невозможно, а он есть. Только что-то сделаете не то, в минус. Сделаете хорошо в плюс. Делайте больше хорошего, будете в плюсе. Хотите симпатию? А симпатия это то, что получается из общения в общей реальности. Общайтесь с людьми, вы их реальности, и они вам будут симпатию давать. Если вы не будете принимать их реальность, будете им навязывать, будете их там обрывать, да будете еще, они вас будут ненавидеть. Вы будете вокруг себя врагов создавать. Либо у вас будет полно друзей. И все это делает лишь только одно упражнение. Вот у вас есть первое, да? Вы совершенно правы. Потренируйтесь. Второе упражнение. Акцент на положительном. Смещайте на положительное. И вы увидите, мир изменится. Все хорошее станет друг с собой. Станет совсем другим. Ну и последнее. Обработка неадекватных реакций. Если вот что-то случилось с человеком, реакция неадекватная, то есть пришел сотрудник, да, и рассказывает, как его там начальник, и вот он здесь. Не надо поддерживать его в том, что начальник – козел. Спросить у него, а как, ну, а что у тебя там возникнет? А вот и он скажет, да я бы разорвать его хотел, да у него тут все клокотало. Вы сказали, а еще раньше было такое же. Понятно, да? Все, и вы тык-тык-тык-тык-тык, и человек успокоился, и на начальника не гонит. И вы хорошо с ним, он у вас ключик записался, и он работник там остался хорошим. Вот и все. То есть знание, как устроен человек, дает возможность эффективно не только предотвращиваться, предотвращать конфликты, но и устранять их, если они уже возникли. Вот такая вот короткая. Теперь пару слов перед тем, как уйти. Не спешите. Это же мне уже от вас благодарность получить в виде положительных слов каких-то. Что было интересного и нужного из семинара? И нужного, главное, да? Здорово, да. Общение, конечно. Очень интересно. Спасибо большое. Общение на моем основе? Нет, нет, общение на счет. Много полезного вы почерпнули, как теперь нам общаться с клиентами. Не понятно, что мы только с клиентами, да. А конкретнее скажи. Тренер, как посетить тебя в жизни, в транспорте, дома. Как изнегатива получать положительное. Вот это, конечно. О, все love. Спасибо. Здорово, спасибо. .